Наконец-то у нас кастинг психологов. Вы смотрите шоу, но вы не помните ни одного имени. Случилась психология со мной. Я не буду это обсуждать на камеру. У нас были случаи, когда люди приходили, но они получали анти-пиар. Я работаю чаще с, грубо говоря, высокостатусной аудиторией. Потом я прошу порекомендовать меня другу. Екатерина не разочаровывается. А теперь давайте как для людей. У нас уборщица здесь убирается, да, Света? Она по образованию психолог. Врали. А я ж не доллар. Сама за меня заплатит. Она же меня любит. Товарищ канал смотрят, мне нужны клиенты. Какого черта ты пришла? Ну что, друзья, наконец-то у нас, как мы и обещали, кастинг психологов. Я подошла к этому мероприятию, со всей ответственностью. Всех девочек собирали, смотрели. Смотрели их видео. Вы познакомитесь, кстати, тоже с визиткой каждой девочки кратко. Добрый день. Олечка, записываю вам видео визитку. Оля и Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Оля и Сергей. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Я коуч и предприниматель. Использую три направления в психологии. Это классическую психологию. То есть в основном это Юнг, немножко Фрейда. С чего бы это взялось? География моих клиентов насчитывает 42 страны. Но я большой фанат процессинга. И сегодня у нас задача найти оптимального, классного, супер психологов для нашего проекта со всеми особенностями. Потому что наши участники, у них происходит большая трансформация за очень короткий период времени. И поддержка им просто необходима. Сергей, как ты думаешь, какими качествами, прежде всего, вот на что ты намерен сейчас смотреть, должен обладать этот человек? Составы врасплох. Я такая женщина, да. Какими качествами? Наверное, прежде всего, самое главное, чтобы он умел выдавать результат, чтобы умел помогать нашим участникам. Как мы это сейчас будем с тобой видеть? Я думаю, что мы сейчас это никак не узнаем. Мы сейчас, прежде всего, выявим адекватного человека. Я думаю, что нужно выбрать двоих и потом посмотреть их в работе. Двоих лучших, на наш взгляд, выбрать. Ну, я смотрела, что, в принципе, все обладают достаточно неплохой сноровкой. Есть более опытные, менее опытные, но я думаю, что это не особо имеет значение. И, в принципе, если они сумеют справиться с нами и с сюрпризами от наших мальчиков, я думаю, что можно будет говорить о том, что они могут пройти проект. В общем, давайте будем смотреть. Вы тоже смотрите внимательно, потому что ваше мнение нам особенно важно. Я думаю, что у них не должно быть у самих психологических проблем явных. Я тебе умоляю, нет таких людей. Забудь. Нет таких психологов без проблем. Каждый психолог становится психологом, когда понимает, что больше жить так невозможно, и надо что-то делать. Давайте будем звать первую нашу девочку. Я пришла для того, чтобы помочь участникам продвигаться к их целям и помочь себе продвинуться к своей цели, стать очень хорошим профессионалом, коучем. Ему нужен психолог, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Нам как раз нужен психолог. Меня зовут Инна Фризюк. Я предприниматель с шестилетним опытом. И я коуч. Коуч я всего 4 месяца. Расскажите, Сережа, что такое психолог-коуч? Коуч отличается психолога тем, что он направлен на будущее, на поиск решения. Психолог помогает клиенту найти причины и смотрит больше в прошлое. Если психолог помогает укрепить личность, то коуч эволюционирует, помогает эволюционировать этой личности. То есть он расширяет осознанность и помогает клиенту посмотреть на его ситуацию с разных сторон. И таким образом клиент самостоятельно приходит к решению. И это основное отличие коуча от других специалистов, потому что психолог может дать совет. Мне это нравится, потому что классический психолог очень долго ковыряется в прошлом человека, в его детских переживаниях, в утромных снах и в чем угодно. Это можно годами делать, чтобы найти причину сегодняшних проблем. Коуч говорит, не важно, что ты делал раньше, давай все начнем с чистого листа, мы сейчас можем, в принципе, смотреть в будущее. Так я понимаю? Да, совершенно верно. Мне это нравится. И на чем можете быть полезны нашим участникам? Я могу помочь участникам посмотреть на их ситуацию с разных сторон. То есть обычно мы как? Мозг как устроен? Он уже встал на заезженные рельсы и делает то, что привычно. То есть есть опыт, есть убеждения, ценности. И с этим человек живет, если приходит какая-то новая задача, он опираясь на весь этот багаж, он продолжает делать то же самое. На автомате. Да, на автомате. И задача Коуча – показать клиенту, как может быть по-другому. И клиент, когда это заметит… Мне нужен Коуч, мне кажется. Я хочу тоже съехать с рельсами по-другому, чтобы пожить. Вы смотрите наше шоу? Да, я смотрю. Дайте, пожалуйста, какой-то психологический портрет любому из участников. Можно вам дать? Не участников? Не, мне не надо, спасибо. Мне было бы интересно. В порядке. Со мной как бы тут особо не ошибешься. Все астрологи, психологи, тут особо не потеряешься. Давайте с участников. Я могу охарактеризовать участника по принадлежности к одной из типологий. Например, если взять участника Юлиану, она смешанный тип звезды и достигатора. Звезда ориентирована на себя, и она любит риск, она любит, чтобы внимание было приковано к ней, и в то же время достигатор ориентирован больше на цель. На мой взгляд, у Юлианы сочетаются эти два типажа. Смотрите, у нас проблема какая возникает чаще всего у наших участников? В том, что когда человек начинает очень быстро двигаться куда-то, да, когда он приходит к нам, начинает двигаться вперед, естественно, в будущее, то остальные люди, которые вокруг него, члены семьи, окружение, оно, естественно, не движется с такой же скоростью, потому что оно здесь не участвует. Происходит что? Происходит очень сильный дисбаланс, конфликт, потому что это окружение начинает его держать. Человек либо что? Либо он остается, либо он двигается, но в сильном конфликте со своим окружением. Вот это проблема, самое главное, ради которой нам нужен психолог. Вы как считаете в состоянии эту проблему решать? Ну, я могу только сказать, что я могу начать работать. Какой будет результат, я не могу гарантировать, что это точно будет. Я могу от себя пообещать, то есть, насколько я могу быть в коучинговой компетенции. Да, я понимаю, о чем идет речь. Это, ну, естественно, когда окружение боится, что оно потеряет своего близкого. Оно однозначно его теряет, да, оно теряет. То есть, человек уходит, и окружению нужно либо вместе с ним двигаться, чтобы остаться с этим человеком, либо они теряют друг друга, другого не дано. Я еще хотела узнать все-таки, ваша цель прихода сюда какая? Ну, цель, в первое, это коучинговая практика и, конечно же, свое продвижение. То есть, я понимаю, что на вашем шоу, во-первых, это клиенты, предприниматели, с которыми мне интересно работать. Я для себя уже определила, что я хочу работать именно с предпринимателями. Единственное, что я еще не ушла в узкую какую-то нишу, узкое направление в какой теме. Пока что я еще этого не знаю. Ну, и как вы считаете, почему именно вы должны нам подойти или понравиться? Почему именно я? Ну, во-первых, у меня есть опыт предпринимательства. Соответственно, я понимаю, как думает предприниматель, с какими сложностями он сталкивается. Потому что, согласна полностью с вами, не сладкая в кавычки жизни предпринимателя, но в этом же есть сторона и драйва, кайфа, да. Но, тем не менее, нужна поддержка, нужен ресурс, который может поддерживать. Поэтому с этим хорошо знакомы и могу помочь участникам. Дай вопросы. Нет. Спасибо. Спасибо. Да, у меня тоже нет. Мы будем думать про вас. Хорошо. Можно сначала? Да, да. Ольга с Сергеем задавали вопросы для того, чтобы понять, насколько я подхожу для шоу, насколько я смогу справиться с той задачей, которую они ставят. Мне было комфортно. Ничего такого заурядного или не заурядного я для себя не увидела. Буду рада помочь, если попаду. Инна, мне понравилось изначально, когда я увидела ее визитку, именно потому что она предприниматель. Я вообще узнала о том, что есть коуч, потому что для меня это все, конечно, очень запутанно. Мне не очень понравился изначально ее мандраж, хотя я понимаю, что человек, когда приходит первый раз, он дрожит. Но все-таки, как по мне, психолог должен собой обладать. Наверное, это говорит просто о ее еще неопытности. Мне пока не хватило ее уверенности. Вот это то, чего мне не хватило. Но как вариант… Мне понравилась ее методика. Ну, как по мне, многообещающая. Потому что работать с прошлым… У нас просто в шоу нет времени. Это можно годами работать с прошлым. А то, что ее методика направлена на будущее, вот это мне более симпатично. Ну, мне понравилось. Я хочу, чтобы все обратили на это внимание еще один очень важный фактор, о котором она сказала. Причем не факт, что это чему-то соответствует, что так и есть на самом деле. Но она сказала, я хочу работать с предпринимателями, я хочу именно предпринимателей. То есть вот это ниширование. Когда вы говорите о том, что вот я занимаюсь всеми праздниками мира… Или я психолог для всех случаев жизни. Да, для всех случаев жизни. Или вы говорите, я на чем-то специализируюсь, то, безусловно, это очень сильно срабатывается. Даже если она об этом сказала просто в наше шоу, вот, ну, придумала… Это был грамотный ход. Это был грамотный ход. Я хочу знакомиться со следующей участницей. Друзья, у меня классная новость, потому что Киев в этом году буквально заполонили классные ивенты. И мы не просто будем вам о них рассказывать, мы еще будем разыгрывать билеты. И сегодня я хочу рассказать о мастер-классе, который я лично жду с нетерпением. Потому что, во-первых, он будет совсем скоро. Это 11 февраля. Во-вторых, это будет Евгений Чичваркин. Я уверена, что Россия отлично знает, кто это. Украина может быть не до конца. Сейчас я вам расскажу. Значит, мастер-класс его будет называться «Магия бизнеса». И это, друзья, это не бизнес-тренер. Это не те люди, которых вы там начинаете кричать. Аааа, кто это такие? Нет. Это российский предприниматель. Читаю, чтобы ничего не перепутать. Сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». Но я думаю, все знают, что такое «Евросеть». А даже если кто-то не знает, то догадываются, что сотовая связь «Евросеть» – это вряд ли можно сделать из этого инфобизнес. Это очень реально. С 2008 года этот человек проживает уже в Великобритании, владеет лучшим рестораном и винным магазином Лондона. Я думаю, что вы наверняка видели, он продает какие-то безумные экземпляры за безумные деньги. И вообще, мне кажется, он все делает безумно, но не с точки зрения глупо, а с точки зрения вау. Поэтому очень хочется прийти к этому человеку и посмотреть, во-первых, какой он, во-вторых, зарядиться его невероятной харизмой, потому что такие люди невероятно харизматичны. В-третьих, посмотреть, как такой человек вообще, как можно продавать за тысячи чего-то там, не буду врать, фунтов стерлингов и так далее, бутылки, бутылки и легендарно это делать. О чем он будет говорить? О том, как любимое дело превратить в успешный и доходный бизнес, я думаю, что это будет не просто бла-бла-бла, как изменить приоритеты и научиться работать по новым правилам, как увидеть новые решения, маркетинг без маркетинга, короче, я думаю, что это все можно выбросить, потому что просто надо идти и смотреть, тем более, что там буду я. И мне пока сказали, что скорее всего, Ольга, у Евгения не будет время на интервью. Ну а вдруг у нас с вами вместе получится? Итак, чтобы выиграть билет на этот грандиознейший ивент, что необходимо сделать? Мы подумали, что было бы прикольно, если бы вы, мои друзья дорогие, самых разных рангов, попрактиковали себя в роли поэтов и написали какие-то веселенькие, а может быть очень серьезные четверостишья о нашем Сергее бизнес-шоу или о наших участниках. Это будет прикольно. Ну а для тех, кто очень серьезный мэн и кто не любит вообще что-то там выигрывать, а предпочитает брать просто и покупать, переходим по ссылочке внизу под этим видео, оставлю, смотрим всю информацию об ивенте, покупаем билет и встречаемся там. Обязательно обнимашки, целовашки, ну и смотрим, как можно делать баблосик такой на все. Евгений Чичваркин, Ждина. Я сюда пришла для того, чтобы стать частью команды, которая помогает людям достигать их цели более быстро и более эффективно. Здравствуйте, меня зовут Олеся Садыкова и я практически психолог. Вот уже более 11 лет я помогаю людям достигать их целей и воплощать их мечты в жизнь. Так, Олеся, расскажите нам, пожалуйста, чем можете быть нам полезны? Я могу быть вам полезна в тех вопросах, которых на данный момент не хватало квалификации, связанной с увеличением скорости принятия изменений людьми, которые хотят изменений, которые к вам обращаются именно за этим. Каким образом это будет происходить? В чем ваша компетенция? Моя компетенция посредством тех или иных методик помочь сделать мягко внутренние изменения для того, чтобы они отразились уже экологично и во внешней среде. Мне нравятся эти формулировки. А теперь давайте как для людей, да? Вот это вот как для института все проехали, потому что так сразу не подходит, сразу нет. Ну, я думаю, в академической среде было бы нормально так общаться, но так как нас смотрят люди не академики, да, давайте просто простым языком будем. Простым языком, хочется изменений, но человек к этим изменениям не готов. Например, хочется, человек носит размер L, хочется в S, но как себя не впихивая, оно где-то рвется, где-то тесно, где-то натирает, давит. Это как метафорически выражаясь, да. Я помогаю либо расширить S до своего размера, либо войти в ту S, которую человек для себя определил за стандарт. Ну, смотрите, проблемы же возникают не только с человеком, который у нас находится, да? С его окружением, конечно. Как вы с этим будете работать? Вы знаете, не могу сказать, нет вот красная пилюля или синяя. Тут нужно смотреть конкретно на человека и конкретно на окружение, потому что иногда так, а иногда второй вариант. Алиса, вы смотрите наше шоу? Конечно. Как вы считаете, кому, прежде всего, нужна помощь и какая из наших участников? Я не помню поимённо, но если определять некие категории, то вот люди сами понимают, что называют цену, трусится рука писать эту цену. Или дрожит голос и происходят какие-то там изменения в теле. Человек не может легко это сделать. Таким людям это нужно. Но я не понимаю, вы смотрите шоу, но вы не помните ни одного имени? Да, меня естественно говорят тоже это немножко. И не можете рассказать о каком-то нашем участнике что-то? Я не буду это обсуждать на камеру. Ну зачем? Почему? После того, когда прозвучал вопрос о том, знаю ли я участников и что могу сказать, я честно ответила, что поимённо я не знаю, потому что ни за кем не слежу конкретно и у меня нет неких там предпочтений по той или иной истории. Что достаточно сильно смутило и Ольгу, и Сергея. Хочу сказать, что для того, чтобы принимать участие в шоу в этой роли, на мой взгляд, это чисто моё было убеждение, нет необходимости просматривать от и до каждую серию и следить прямо за кем-то конкретно. Олеся, какая ваша цель? Вы зачем к нам пришли? Давайте сведёмся сейчас к этому. Давайте. Мои цели это быть причастны к этому большому делу, большому проекту, который вы делаете. Потому что моя миссия, она очень перекликается с вашей. Я тоже помогаю людям быстрее достигать их целей и делать их жизнь лучше. В зависимости от того, какие у них конкретные к себе есть видения, какие у них есть претензии к себе, какие ожидания от лучшей версии себя. Так. Но я всё-таки увидел, пока не увидел, вернее, да, что вы понимаете вообще главную проблему, которая у наших участников возникает? Или вы невнимательно смотрели? Главную я не смотрела все, и какой-то красной нитью я не увидела. Вот смотрите, вот Олесь, вот вы мне симпатичны, но вы пришли на проект, не посмотрев программу, не зная имён, не понимая причин, хотя вы пришли как психолог. Вопрос, почему? Потому что я точно понимаю, что конкретные персоналии, ну, во-первых, это неэтично говорить о персоналиях. Ну, мы же не знаем, как бы это может травмировать людей вообще, если они там что-то услышат и пойдут. Но люди пришли публично сниматься, они должны быть уже к этому готовы, да? Вот вы пришли сюда, мы вас снимаем, да, и вы должны быть к тому, что вы кому-то не понравитесь. Это нормально, я же не доллар, а меня точно это не травмировать. Да, вот если вот вы боитесь этого, да, сегодня не надо сюда приходить. Точно так же люди пришли, да, уже… Мы говорили об окружении в том числе, что окружение, оно не приходило, оно как бы немножко в заложниках у человека, который к вам обратился. Как тогда быть с вот этим, с публичностью? Будем решать. Я думаю, нам надо с тобой об этом подумать. И поработать психологом. Чтобы не было стресса об этом думать. Чтобы не было стресса об этом думать. После сегодняшних собеседований точно об этом, что я черта это, начинаю тупить. Вы знаете, меня немножко смутило, что спрашивали, что я знаю о шоу, потому что я бы переформатировала все-таки вопросы в формат, что я умею, и я бы хотела показать то, что я умею на каких-то конкретных примерах, там, где разбирается конкретный запрос. Его еще иногда говорят, вот в чем боль, да, и как бы ты решила эту боль, в чем бы ты помогла, каким образом. Я ожидала немножко такого формата, конечно. Ну, я тебе откровенно скажу, мне она не понравилась. Я считаю, что нам она не подходит. Во-первых, человек пришел, плохо знает вообще проблематику от героев нашего шоу, не смотрел толком нормально, не помнит, кого зовут. И называет вообще те проблемы, которые вообще нам не нужно решать, они сами по себе отпадают в процессе того, когда человек работает. Правильно? Я думаю, мне в принципе можно ничего не говорить, просто показать мои глаза. она вроде бы живая, симпатичная, позитивная, но я тоже никогда не понимаю, ничего не ждите, когда вы приходите на любое собеседование, замуж выходить, на сайте знакомств, да, там. Когда вы идете на работу, когда вы идете на кастинг. Я вот смотрю, кстати, кастинг группы «Серебро», и там одна девочка говорит, я эту песню слышу всего лишь второй раз, оправдывается она перед продюсером, почему она ее не может спеть. Какого черта ты пришла на кастинг группы «Серебро» и не знаешь песню? Ну то есть это дурацкие оправдания, мне именно этот момент не симпатичен, и непонимание, когда ты идешь, и не понимаешь, куда идешь, и пытаться решить эти проблемы, но мне кажется, в данном случае люди приходят за решением своей собственной проблемы. Я не знаю, что это пиар, желание пообщаться или еще что-то, ну то есть, давай на этом, окей, следующее. Пожалуйста, психолог, напиши мне какой-нибудь. Я сюда пришла для того, чтобы помочь ребятам в их направлении. Мне интересны люди из бизнеса, мне интересны их ситуации. Мне хотелось бы стать частью зажигалки, чтобы вместе создавать качественный продукт. Так, Ольга, здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам о себе. Привет, меня зовут Ольга Керхер, я тренер по здоровому мышлению. Мне сегодня 30 лет, и психологией я занимаюсь не так давно, буквально год-два назад. До этого я занималась крупным бизнесом широкоформата, и перед этим вообще изучала медицину. Я по первому образованию фармаколог. Когда я смотрела вашу визитку, мне было интересно, почему вы оставили бизнес и пошли в психологи работать. Вот мне лично этот вопрос хотелось задать вам. Потому что в какой-то период я устала. Устала от постоянной активности и, наверное, больше сказать, от тендерных условий. А в шоу вы видите у участников наших какую проблему основную, с которой надо работать? Скорее всего то, что я, просмотрев несколько видео, заметила, у них есть ограничения в масштабе мышления. То есть это просто-напросто ошибка. Ошибка мышления, структуры. Многим людям много вкладывали в голову, что нужно идти либо маленькими шагами, либо как-то аккуратно, либо везде поджидают какие-то страшные истории, где-то вас там могут обмануть или еще что-то. И человек, идя в мир с подобными убеждениями, соответственно, он эти убеждения, конечно же, находит. Так работает наш мозг. Это ретикулярная формация. Сколько стоит час работы с вами? Вам по юридическому лицу, по отчетам. На сегодняшний день первая консультация стоит тысячу гривен, и потом я продаю пакетом 500 долларов 6 занятий, 6 часов. А зачем идти в проект? Мне интересен масштаб. Мне хочется, чтобы больше людей могло самостоятельно применять те знания, которыми я владею и которые я передаю, собственно. То есть работа с вами, вы считаете, улучшит их результаты каким-то образом в бизнесе? Однозначно. Я считаю, что любая работа психологическая, она улучшает работу и бизнеса, и отношений, и самочувствия, и здоровья, и в целом. Потому что от нашего мозга зависит то, как мы видим, что мы видим, и как мы себя чувствуем. Просто мы, когда приглашали психолога в свой проект, мы видели немножко как бы для решения другой проблемы. Как бы проблемы роста личности мы решаем в процессе, не в процессе психологической работы, а в процессе практической работы в нашем шоу. То есть мы с человека снимаем барьеры, он движется вперед, у него и улучшения идут в бизнесе и так далее. С помощью действий и с помощью бизнес-технологий. Но в результате этого у человека возникают психологические проблемы другого свойства. Вот насколько вы эту проблему увидели, просматривая наше шоу, или вы ее не увидели, вы ее не так давно смотрите? Я просмотрела 4 видео, как я уже раньше говорила. Я вижу, что есть страх двигаться вперед. Есть страх неизвестности, есть страх каких-то оценочных критериев, которые люди боятся увидеть со стороны. Допустим, один из ваших ребят, которому необходимо было сделать сайт и проявить себя, то есть рассказать о себе, у него даже физиологическое лицо показывало не отвращение, а вот как барьер. Знаете, есть тики разные у людей. И когда вы смотрите видео, очень четко можно считывать эти моменты. Что ты так смотришь на меня? Просто я похож на какого-то пытливого следователя, а ты сидишь так молчишь. Может быть у тебя есть вопросы какие-то? У меня миллион вопросов. Я просто пытаюсь пробиться к своей проблеме, но я вижу, что вы ее не уловили просто. К вашей проблеме? Не к моей личной. Вы хотите об этом поговорить? Я думаю, что история такая. Оля не смотрела наше шоу. Ну толком не смотрела. Она не смотрела, она узнала сначала о кастинге, а потом посмотрела несколько серий. Да, верно. Я думаю, что это как бы в данном случае ключевая проблема, потому что если бы она скорее всего посмотрела бы там серии 10, особенно истории полные от начала до конца, не отдельных героев, а как бы жизнь героя в проекте, то скорее всего она бы обнаружила проблему. Я думаю, это сегодня как раз вопрос нашего кастинга, в принципе, ну пока что до этих пор ко всем девочкам, которые приходили. Потому что проблема в том, что вы не видите, в чем на самом деле проблема. То есть она очень очевидна, и герои об этом говорят. И у нас по этому поводу огромное количество страданий у них происходит. И это ключевая причина, почему мы ищем психолога. Потому что все, что касается там их роста, их там ограниченности, ну тут все как бы в действии, у них это проходит. То есть у них приходит уверенность и понимание тогда, когда они перешагивают себя. Ну получают как-то первый результат. Мы не как психологи себя ведем. Мы как жесткие, ну некоторые из нас жесткие, некоторые мягкие. Вот, но у них это получается. Но есть совершенно другого рода проблемы, которые действительно являются проблемами, в которых мы бессильны. Ну, мы не можем на себя это брать ни по какому ресурсу. Просто, ну, интересный фактор, что никто этого не видит. Да, мне тоже удивительно, что психологи не видят эту проблему. Ну, я думаю, что это именно как раз вопрос того, что они не совсем в теме. То есть они не совсем в теме психологии? Нет, они не совсем в теме наших участников. А зачем вам это нужно все-таки? Я до конца не понял. Вы как-то отвечали, уже этот вопрос мы задавали в другой форме. Зачем вы пришли все-таки до конца я так вот... Еще раз скажу о том, что я за свою жизнь наработала очень много интересных навыков и способностей переделывать свою психику под необходимые сдачи, которые мы перед собой ставим. И благодаря этому моим клиентам, которые есть сейчас, они очень быстро и качественно могут менять свою жизнь именно в том направлении, куда они хотят идти. Нет, это им нужно. Это им нужно. Вам зачем? Мне зачем? Потому что мне хочется делиться этими знаниями, во-первых. Во-вторых, потому что я тоже развиваю свой проект, и мне важно, чтобы об этом узнавало как можно больше людей. Смотрите, есть еще такая штука. Много людей приходит к нам в шоу для того, чтобы получить какой-то пиар. Это нормально абсолютно. Просто вы должны быть готовы к тому, что, так как вы не смотрели всех историй, недавно начали смотреть, у нас были случаи, когда люди приходили, но они получали анти-пиар. Почему? Потому что, если что-то человек делает хорошо, он получает очень хороший отклик. Но бывает так, что человек на самом деле в процессе выясняется, что он что-то делает не совсем. Да, это нормально. То, что он делает, да. И тогда многие уходят с проекта у нас, понимая, что... Но они получают как бы место пиара, анти-пиар, и должны быть к этому готовы, что никто не будет как-то вас приукрашать. То есть вы будете под прицелами камер, да? Знаете, я меньше всего хочу, чтобы меня приукрашали, потому что я знаю, что я делаю, я знаю, как я это делаю, и у меня уже есть сотни подтвержденных результатов за, конечно, короткий период времени. Смотрите, вы работаете с трансформациями личности, да? То есть личность, чтобы как бы трансформировалась. Ну, можно и так сказать. Но вот когда человек начинает трансформироваться и расти, у него возникают проблемы другого свойства. Работаете ли вы с этими проблемами? Когда он начинает расти? Конечно. Как вы называете эти проблемы? Вы называете эти проблемы? Ну, смотрите, у человека есть какое-то окружение. Да. Да, с которым он вместе сидит. И тут рука начинает куда-то двигаться, да? Окружение сидит. Возникает очень большая проблема у этого человека. Это называется вытеснение системы. Да. То есть когда... Это так происходит в органе, когда одна клетка начинает развиваться быстрее остальных. И тогда ее либо вытесняют, либо гасят. Ну, мы говорим сейчас не о медицине, мы говорим, да? О социологии, наверное. Да, это психологический фактор. И мы ничем от этих клеток не отличаемся. Нас точно так же, если мы находимся в определенном социуме, который живет по определенным правилам, и тут вы вдруг начинаете, или ваши ребята начинают активничать, начинают себя вести по-другому, думать по-другому. Они вытесняются из системы, и это нормально. И здесь вопрос в том, готов ли человек, он осознает ли вообще, что, меняя свою жизнь, ему, возможно, придется сменить большую часть своего окружения. Он не осознает. В этом и проблема. Не осознает. Конечно, не осознает. Тогда их нужно к этому готовить. Потому что иначе они не понимают рисков внутренних. И для людей может стать намного большей проблемой, чем недостижение их результата в основном. Хорошо, спасибо большое, что пришли. После нашей встречи с Сергеем и Ольгой и заданных ими вопросов, могу сказать, что ребята делают очень правильную вещь. Они заботятся о людях, которые в их проекте, и о проекте в целом. И для меня это большой показатель того, что люди действительно хотят качественно делать свой продукт. И поэтому мне кажется, что они на верном пути. На верном для трансформации своей зажигалки и для того, чтобы она стала еще качественнее, чем на сегодня. Ну, ты знаешь, у меня очень, ну, чем дальше, тем больше, да. То есть она симпатична мне, она уверена, она приятна внешне. Очень сложно сейчас их оценивать, потому что для них это стресс. То есть я не знаю, ну, как бы это стресс такими их делает, или они на самом деле так думают, да, или там ведут себя. Потому что в стрессе, я вижу человека в стрессе, ну, как вот я ощущаю, да, не то, что там прям сильно, но я не понимаю, какая она есть на самом деле. Я тоже пока. Потому что, например, ну, вот последние фразы, связанные с тем, что, ну, человек должен быть к этому готов, ну, как бы, ну, будьте готовы к тому, что вы разведетесь со своими супругами, скорее всего. Скорее всего, у вас будут проблемы с родителями, с друзьями, с мужьями, со всеми, с вами никто не будет общаться. Ну, это не то немножко, зачем мы зовем психолога, чтобы он сказал, да, что мы, они должны быть к этому готовы. Я, ну, не до конца понимаю, мне не очень нравится, что они почти все врут. Угу. Ты заметил, да? То есть они все врут, потому что, когда человек говорит, я просто провожу много всего бесплатного, ну, давайте не будем врать. Я провожу очень много бесплатных программ, для того, чтобы большее количество людей могло поучаствовать. Мы делаем это, безусловно, сегодня мы даже вынуждены делать очень много бесплатных вещей, потому что, ну, такой рынок, да, и для того, чтобы продать что-то платное, мы должны огромную аудиторию греть чем-то бесплатным. Вы, собственно, тоже смотрите это шоу бесплатно именно по этой причине, иначе я бы давно взяла с вас за это деньги. Вот. Но, ну, это так, да, то есть, по крайней мере, вот, часто мне пишут за то, что любят меня за эту жесткость, ну, давайте не будем врать, я не люблю этого, да. И точно так же, как там еще одна наша участница, Олеся, по-моему, да, там тоже какие-то вещи говорила, ну, это все очень неправдиво, мне не нравится это, вот это мне не нравится. Ну, то есть, правда куда симпатичнее. Даже когда она выглядит, может быть, не совсем симпатично. Вот ты сказал по поводу антипиара, да, и люди, которые приходят к нам… Почему-то мне захотелось именно ей это сказать. А я, да, я почувствовала. На самом деле, люди, которые к нам приходят, они не знают одной фишки, которую я тоже не знала, и которую вы показали. Это то, что как вы чувствуете, да, это ведь не мы оголяем и делаем. Я, например, нашу Таню дизайнер очень защищала. Это вы ее убивали и вывели ее из шоу. Я увидела, что действительно аудитория настолько чувствительна, что нам кажется, будто бы это никто не видит, но вы это все чувствуете энергетически. И это как бы момент. У меня очень двойственное ощущение по поводу Оли. Она мне, с одной стороны, страшно симпатична, и мне кажется, что с ней можно, знаешь, идти в бой. С другой стороны, я думаю, что именно за счет того, что она недостаточно откровенна сейчас, а, скорее всего, это связано с тем, что… Ну, я надеюсь, с тем, что просто это стрессовая все-таки ситуация… Ну, вообще, это как бы похоже на собеседование при приеме на работу. И, как правило, я же собеседую людей… Как правило, люди врут. Я к этому уже… Они хотят казаться лучше. Они хотят казаться лучше, не теми. Они хотят понравиться, да, и они думают, что вот понравится мне вот, если они скажут это… Гораздо лучше, когда на собеседовании вы говорите так, как есть на самом деле. Не надо кем-то притворяться. Вот сейчас она попыталась кем-то притвориться слегка. Слегка, может быть, не совсем так, но слегка, но это уже чувствуется. Ну, я думаю, что это все-таки больше вопрос стресса, потому что, как человек, как личность, она мне, в принципе, импонирует. Она, кстати, достаточно активно добивалась этого собеседования. Там несколько раз что-то писали, присылали, потому что это такой у нас был непростой процесс. Поэтому, друзья, мы здесь очень хотим попросить вас в данном случае точно написать свое мнение и по каждому нашему претенденту, да. Но по Оле особенно вот просто написать о том, что верите вы или нет, как вы считаете, этот человек способен нашим участникам помочь? Потому что она там хороший психолог и хорошо работает, я как бы не берусь оценивать, скорее всего, да. Но мы сейчас ищем не просто хорошего психолога, мы ищем человека, который должен помочь нашим участникам. И в данном случае именно в контексте должен помочь, потому что вот эти вот проблемы очевидные, о которых участники наши буквально кричат, кричат, мы это видим. Да, почему-то наши психологи их не видят. Почему-то наши психологи их не видят, наверное, потому что они плохо смотрят шоу. Еще раз, если вы куда-то идете, очень хорошо ознакомливаетесь, куда вы идете, и вы всегда будете чувствовать себя очень сухо и комфортно. В этом году мы решили не пропускать ни одного мероприятия и ходить и делать нетворкинг везде, где только можно. Поэтому 22-го, уже скоро 22-го февраля, состоится конференция, кстати, в Ультрамарине. И мы с Олей решили туда пойти, это товарная конференция, крупнейшая в Украине такая конференция по товарному бизнесу. И, ну, очень круто, ну, мы посмотрели, связались с организаторами, узнали, что там будет, и решили, что точно мы там будем, уже билеты они нам дали. И мы предлагаем вам тоже туда пойти, потому что, вот смотрите, что там будет. Как начать собственный бизнес без стартового капитала, как выбрать самый ликвидный товар, как начать торговлю с Китаем, где найти надежных поставщиков, где лучше всего продавать, как создавать собственные бренды. В общем, там будет сумасшедшие 1200 человек, спикеры, спикеры, знаете, откуда будут? Из OLX, из Пром.UA, Укрпошты, Гугл, Фейсбук, очень крутые будут спикеры. И самое главное, там будет товарная выставка, где можно найти партнеров, крутой нетворкинг, какие-то призы, в общем, много-много всего. Самое главное, что еще я выпросил для наших зрителей скидку, поэтому вот внизу под этим видео переходите по ссылке, и рядом со ссылкой мы оставим промокод. Он зажигалка на английском языке, я не знаю, куда его вводить, потому что не пробовал. В общем, переходите по ссылке, промокод зажигалка, получайте скидку и приходите на конференцию EasyConf 22 февраля, и мы там встретимся. До встречи с вами, пока. Пришла, конечно же, для участия в проекте, мне очень интересно начать вести свой видеоблог, плюс для работы с клиентами, расширения круга своих клиентов. Мне очень хочется принести пользу, ну и, конечно же, я получу какую-то рекламу, известность в кругах после этого проекта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, расскажите нам о себе. Меня зовут Екатерина Бекир, мне 30 лет, я живу в городе Киев, с замужем двое детей, я психолог. Я занимаюсь психологией так или иначе с самого детства, у меня мама тоже психолог. Я очень люблю работать с людьми, реально меня вдохновляет, окрыляет, когда у моих клиентов какие-то успехи, результаты. Я вижу, как меняется их жизнь за считанные месяцы. Давно за вами слежу. По фамилии я понимаю, что вы наверняка из активных, да? Ну да, я не прям там каждое видео комментирую, но комментирую. Я у вас бываю, была на вашей зажигалке-пати, с мужем и детьми. Ага, отмечения привела. Так, ну молодец, наши люди в Голливуде, наконец-то. Значит, и вот сейчас будет самый главный тест, да, наш? Катя, сразу вопрос, не в бровь, а в глаз. Какие ключевые проблемы у участников нашего шоу? Где им нужна помощь именно с вашей позиции? Самая ключевая. Ну я вам потому и написала, что вот у них, то, что у них есть, им не нравится, а то, что они хотят, они не могут воплотить в реальность. То есть вот это намерение, переход от того, что хочу, к тому, что есть, он заблокирован. И именно из-за того, что в мышлении происходит, убеждение, вот это вот багажа прошлого опыта, с ним нужно работать. И вы им говорите там правильные вещи, с своего опыта. Подписывайте канал. С самого первого видео. И просто, сейчас, они, вот вы говорите им, да, правильная же вещь, у меня муж бизнесом занимается. И, казалось бы, возьми и сделай, но что-то им мешает, то есть, как бы, они вроде соглашаются, да, 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 а потом уходят и откладывают, я не знаю, что там у них происходит. Эту проблему мы сейчас будем решать с помощью холста. И других полезных вещей. Да, да, да. Гладеньких, смазливеньких. Не с помощью психологии. Вот. А другая вот психологическая проблема, где им реально нужна помощь. В чем? Ну, это мышление, то есть, для того, чтобы что-то иметь, да, новый образ жизни, им нужно другими стать. И вот они не могут вот эти вот... Ну, не разочаровывайте меня. Ну, вы же все смотрите, вы все видите. Да. Они говорят об этом. Может быть, никто не слышит? Может быть, это голоса какие-то? Я не могу понять. Ну, вы придумали эту проблему. Да, все приходят психологи, заметь, и все, никто этого не видит. Ну, давай, будем логически, да, мы сойдет Людмила. Поменялась, красивая, приезжает на следующий эфир несчастная. Почему? Ну, потому что я могу догадки строить, да, со своей карты. Да, ну, хорошо, она об этом говорила. Ну, ладно, хорошо, догадки строят. Я не помню. Почему несчастная она приезжает? Я думаю, что часто они ставят не те цели, и просто когда они, ну, доходят, да, получают что-то, у них одни ожидания были, а снова-таки в реальности получают другое, и они сдуваются. Вот это вот несоответствие того, что... Или новые вызовы, и не хватает энергии. Екатерина, вы работаете психологом? Да. А в какой области специализируют? Это процессинг, то есть я использую разные психологические техники. Это какие проблемы? Решаете или какое-то целевое? Есть какая-то специализация? А я специализируюсь на том, чтобы человек, который хочет найти себя, свое предназначение и стать счастливым, вот это мои клиенты. Ну, обычно приходят люди с тремя запросами. Деньги, отношения, психосоматика. И вот если бы, например, Людмила ко мне пришла, к сожалению, я не помню этот момент, да, что там она говорила, то есть я пересмотрю обязательно. И я бы, ну, смотрела, что у нее за ситуация, потому что, ну, смысл мне говорить и искать свои причины, почему ей плохо, потому что мне по-своему плохо. Есть, ну, опыт, да, я так понимаю, что есть какой-то опыт работы с предпринимателями в том числе. И вы, ну, не сталкивались больше с какими-то типичными проблемами предпринимателей? Когда человек вот не был предпринимателем, да, там, ну, жил в какой-то же своей жизни, и потом начинает развиваться, у него бизнес развивается, и у него возникает… Дел становится больше, жизнь начинает меняться. Когда человек развивается, у него меняются взгляды, и то, что у него было, ну, там, его окружение, если оно не развивается, у него возникают проблемы в семье и с близкими, и он чувствует себя одиноким. А это одна из базовых наших потребностей основных – быть в единстве, да, вот сопричастным, в единении, вот это соединение, общность. И поэтому, конечно, им плохо. Но там, мне кажется, там проблема не в том, что они боятся быть одинокими. Они… у них просто начинаются проблемы с этим окружением, у них начинается ежедневная ругань, постоянно «ты должна делать это», «ты должен делать это», да, и… Ну, конфликт. Конфликт, страх остаться, что если я сейчас продолжу меняться, это же тоже внутреннее сопротивление. Если я сейчас продолжу меняться, у меня вообще всё рухнет, а зачем мне это надо было? И вот эта каша – это ключевая история. Так, окей, зачем отдавать своё время, многое, сразу говорю, много своего времени отдавать участникам шоу? Я бы хотела узнать, сколько времени и зачем. Потому что, ну, мне очень нравится то, что вы делаете, ваш проект, ну, реально это классно, оно помогает. И я рекомендую всем вот своим клиентам, которые такие достигаторы в бизнесе, у них вот на работе там проблемы, начальники плохие, я говорю, вот, смотри. Вот, смотри. Думаете, им это поможет? Да, помогает. Потому что, ну, человек, который мотивированный, да, просто иногда вот нужно услышать извне, ну, что «ты принеси пользу начальнику, тебя заметят». Да, когда подписчики приходят. Да. От психологов. Я теперь знаю. Так, и? Ну, потому что ваши цели и мои, они совпадают. Я хочу помочь 10 тысяч людей. Так, а теперь ещё раз отвечаем. Я боюсь людей, которые помочь. Отвечаем честно ещё раз. Ещё, какие цели? Я хочу честные ответы. Ну, конечно же, продвижение. Ну, потому что ваш канал смотрят. Мне нужны клиенты, которые ко мне придут, меня увидят. И я вижу, что это, ну, реально взаимовыгодное сотрудничество. Вин-вин. Я вам помогаю, вот, ну, в том, чем могу помочь. Вашим участникам шоу. Теперь верю. И вам. И я получаю тоже. Не, ну, это... Катя, сколько лет? Скрываю. 30. Вот будет 31. Скоро. Ммм, старенько. Ой, спасибо, Оля. 35. Нормально. Надела розовый пиджачок и думает, можно хамить. Женщине пухылого Вику. Ясно. Хорошо, Катя, спасибо вам, что пришли. Я очень рада сегодняшней встрече с Олей и Сергеем. Еще когда я познакомилась в 2013 году с ними, они для меня стали такой примером семьи. Мне очень нравятся их партнерские взаимоотношения и вот деятельность и творчество. Поэтому очень рада была с ними лично познакомиться, пообщаться в этой беседе и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Ты знаешь, вот этот, я не знаю, это специально или нет, но люди, которые нас смотрят, ну полностью, да, они какие-то другие. Ну вот она единственная, кто не врал. Даже вопрос, сколько времени это будет занимать. Вот она не начала там, ма-ма-ма, ма-ма-ма, вот этим она мне очень симпатична. Хотя, когда я смотрела ее анкету, что еще раз говорит, видеопрезентацию, она мне не особо впечатлила. Что ты скажешь? У меня какое-то неоднозначное мнение по ее поводу, и до конца я так не разобрался. Очень интересно. У меня, наверное, вот этот малиновый цвет, она как психолог, она, значит, надела пиджак, который мне нравится. То есть уже, чтобы подсознательное нравилось, подсунула мне эту чашку, Катя, понимаешь? И, кстати, тоже такой интересный момент психологический для меня, ну раз уж у нас тут такое психологическое, она часто писала где-то комментарии, я не знаю где, но я ее фамилию знаю. То есть уже такое ощущение, будто бы я этого человека хорошо знаю. Мне как бы, знаешь, двойственно в каком плане? Мне очень понравилось то, что она нас смотрит в курсе всего, да, все знает о нас, о наших героях и так далее. Но мне понравилось то, что она проблему-то истинную не поняла. У меня только что родилась по этому поводу мысль о том, что мы-то общаемся с нашими участниками ближе, и не все то, что происходит между нами, мы выдаем в эфир. Доходит до экрана. Мы очень много личных моментов, естественно, убираем, потому что об этом просят часто наши участники. Потому что они не хотят, чтобы это видели их половинки и так далее. И вполне возможно, что именно по этой причине для зрителей не очевидно, что у наших участников возникают проблемы именно с окружением. Но как у психолога, психолог должен знать, что они неизбежно возникают. Вот это проблема, которая просто... Теперь все психологи будут это знать. Вот. То есть тут понимаешь, что тоже наш такой взгляд с тобой... Но мне импонирует. Мне тоже. Мне она очень симпатична. Вот, в принципе, мне импонируют все девочки, которые были, поэтому будет... Опять-таки, ваше мнение для меня будет очень важно. Опять все на вас, зрители. Ну, вам решать. Ребята, это действительно так, потому что вы чувствуете и видите то, чего не видим мы. Но мне понравилось, что она не врала. И я еще раз поняла, насколько это важно и ценность сегодня не врать. Хотя некоторые ответы у других были красивее. Но... Врали. Давай следующий. Давай. Сюда я пришла для того, чтобы как можно больше людей видели во мне психолога. И помочь как можно большему количеству людей. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Инна Труш. Мне 30 лет. Я из города Киев. Я занимаюсь психологией с 17 лет. В 17 лет я провела свой первый тренинг. Сейчас полтора года я занимаюсь лайф-коучингом, консультированием. В чем моя сильная сторона? Я помогаю понять человеку, где рычаг для получения принципиально новых результатов или изменения жизни. Мы с вами знакомы уже года три, да? Ну, тогда мы были знакомы, потом не виделись в это время. Но вы тогда не были психологом. Вы тогда были преподавателем английского языка. Да. Что случилось за это время? Случилась психология со мной. Где-то полтора года назад начали спрашивать у меня консультации, платные консультации. Почему это возникло? Потому что всё это время, начиная с 13 лет, ну, с 17, вот так уже явно, я интересовалась психологией, читала, исследовала это всё на себе прежде всего. И потом в какой-то момент я просто поняла, что, ага, я могу тут прокомментировать, тут прокомментировать. Сначала я боялась вообще об этом говорить, но потом поняла, что всё-таки это работает. И сначала это были дружеские беседы, которые помогали, потом я осмелела и начала давать, может быть, более целенаправленные какие-то рекомендации и спросили про консультацию. Я поняла, что можно... Но это хобби или профессия? Ну, я думаю, что если за него платят лучше, чем за английский, то это можно назвать профессией. За него платят лучше, чем за английский? Я зарабатываю сейчас, как это ни странно, приблизительно поровну. То есть где-то 500 долларов на английском, 500 долларов на психологии. А образование есть какое-то психологическое? Образование множественные, разные курсы. А какие курсы? Вот крайние были НЛП. А с какой целью к нам пришли? Мне очень интересно помогать людям. Ну, вот прям безумно. Я от этого ловлю кайф, и это даёт хорошие результаты. А деньги зачем тогда берёте, если нравится помогать людям? Да, но я работаю чаще с, грубо говоря, высокостатусной аудиторией. То есть с людьми, которые готовы оплачивать мои услуги. Я думаю, это будет странно, что если я скажу, я просто с вами работаю ради удовольствия, бесплатно. Ну, как-то... Ну, по любви. Это любовь называется. Я с тобой бесплатно, без денег, ради удовольствия. Но всё-таки в ресторан судьи меня, пожалуйста, и в хорошие, и в помаду я хочу. Нет, нет. У нас очень нет. Сама за меня заплатит. Да. Она же меня любит. У меня нормальный мужик. Он знает, что надо жениться на молодой, красивой. А где вы берёте свою высокостатусную публику? В английском языке. Сейчас у меня есть моя маленькая компания. Мы организовываем обучение в компаниях других Киева. И чаще всего, так или иначе, мы знакомы, сотрудничаем, в том числе и с топ-менеджерами. То есть, например, мои преподаватели преподают сотрудникам. Я могу преподавать топ-менеджером. Это один из каналов. Например, мы как-то там слово за слово. Я вижу, что человеку я могу предложить свою услугу, свою помощь. И мы общаемся. Я говорю, ну вот смотрите, да, я у вас там услышала в речи, например, вот такой вот момент. У меня есть индивия. И из них где-то половина, грубо говоря, соглашается. Потом я прошу порекомендовать меня другу. Друзьям, которым интересно и актуально будет то, что я делаю. А мне нравится это. Порекомендуй меня другу. Мне слабо верится в этот метод продаж. Почему? Потому что все-таки люди, которые топ-менеджеры и владельцы компаний крупных, они все-таки любят очень такую определенность. И если вот, например, определенность в чем? Так, этот человек английский, этот человек психолог, это уборщица, это грузчик. И вот если вдруг уборщица говорит, а давайте я буду психологом, например, или преподавателем английского, то это что-то неправильно. И он особо не поверит, что человек и то, и то делает хорошо. У нас реально, у нас уборщица здесь убирается, да, Света? Она по образованию психолога. Но у нее... Почему ты не сказал нам об этом враче? У нее диплом. Я же ее на работу принимал, он лежит у нас всех, у нее диплом. Психолога. Но если бы она мне подумала, предложили такие услуги, я бы сказал, Свет, ну вот хорошо, убираешь, у нас тут уже пять лет, да, продолжай, пожалуйста, это делать. Инна, вы смотрите наше шоу? Смотрю. Как вы считаете, какая ключевая проблема сейчас есть у наших участников? Текущих или вообще? По сути, почти у всех. Это очевидно, ну как бы не то, что очевидно, это проблема, которая возникает абсолютно... Неизбежно возникает. Неизбежно возникает у каждого человека, но на наших участниках мы это сейчас очень четко видим. Ну, я бы сказала так, что когда человек только приходит, мне кажется, одна из главных, это то, что он либо не верит в свои силы, это может быть первое, а второе, он закрыт от любых ваших пожеланий. Он отдает столько денег, что, поверьте, он открыт. У него все места открыты, именно потому что он платит деньги, он открывает все уши. Это были закрытые люди тогда, когда они приходят и говорят, ну давайте. А тут они отдают деньги, и это их возможность, и для многих это их последние деньги, одолженные деньги. Вот для них это возможность, они точно открыты. Ну, смотрите, вот можно взять пример, если можно. Можно, конечно. Это только мои наблюдения. Да, да, я смотрела шоу. И, например, вот девушка, которая преподавала английский, преподаватель. Оля обменяла. Да, Оля. И я помню, что вы много раз говорили о том, что если она хочет поднять стоимость своих услуг, ей явно нужно становиться, ну как публичным лицом, да, ей нужно развивать собственный бренд. Она кивала, говорила, мне так все нравится, все здорово. Ну, мне было интересно, я зашла в ее инстаграм, там было 900 подписчиков. Это уже под конец ее участия в шоу. То есть одно дело говорить, да, я сделаю, а другое дело действительно... Она очень сильно изменилась. Она колоссально изменилась. Да, она изменилась внешне, это правда. Не внешне, она полностью изменилась. Мало того, ее прайс вырос уже в три раза, и она не закончила участие в шоу. Ну, в таком случае, а какое количество у вас подписчиков в инстаграм? Ну, я сейчас тысячу вообще. Ну, я думаю, нам есть на чем подумать. Хорошо, будем об этом думать. Впечатление от сегодняшней беседы хорошее, прекрасное. Мне нравится очень общаться с Сергеем, было приятно увидеть Сергея Оля снова. Знаешь, я когда такое слышу, мне сразу Маша вспомнилась, Шахова, вот. И я когда это слышу, мне все время хочется, что сейчас скажут, Аааа, Ермилова розыгрыш! Розыгрыш, Оля! Я тоже не знаю, зачем люди это делают. Зачем они это делают? Ну, это разве не очевидно? Мне даже кажется, что комментарий, ну... Но она же взрослая. Она, ну, она... Я помню, она приходила, чтобы всем было понятно. Она была у нас несколько лет назад на нашем тренинге «Живом цепная реакция». Вот, очень сильный тренинг. Было много, кстати, ребята из Ромпа были тогда. Рома у нас тоже, помнишь, проходил обучение этому тренингу. И я ее хорошо помню, потому что очень классно она пришла, рассказывала про английский язык. Ну, и вообще тема английского языка для нас всегда с Сергеем. Вообще непонятно, как люди, зная язык отлично, не могут заработать денег. И я помню, что она не могла ничего заработать. И вот эта фраза, да, тогда мы ее надолго запомнили, что я тогда стану лайф-коучем, потому что мне это близко, и буду учить, как быть успешным человеком. А теперь психолог, который... То есть я просто представила себя, что ко мне подходит Света, и в какой-то момент говорит, я смотрю, у тебя тут с Сергеем, ну, как бы, проблема, хочешь, мы об этом поговорим? Я просто догадываюсь ту фразу, которую бы я и сказала. А которую я бы сказала. Почему все ржут вокруг, я не знаю. И просто я себе представляю топ-менеджера какой-то там успешной компании, которая говорит, да, да, конечно, давай мы об этом с тобой поговорим. Я говорю, я тебе заплачу за это, хочешь, серьезно, потому что я так не могу говорить. То есть я не услышала ни о каком серьезном образовании, но там тренинги, там девушки, которые она назвала, их миллион всяких разных, это такое, ну, как бы хоум-мейт, да, то есть я не понимаю, почему люди идут... Ну, я понимаю, почему людям нравится психология, потому что кажется, что я понимаю людей, да, ничего сложного здесь нету, интересненько. Но я не понимаю, неужели действительно это кто-то покупает, вот так, непрофессионально. Это же как к врачу пойти, ну, по сути. Ну, да. Одно дело с подружкой на кухне, другое, ну, ребят... В общем, вам решать. Короче, у меня призывание. Возможно, да, возможно, мы сидя здесь и находясь в своей капсуле, говорит психолог Оля. Мы по каким-то рельсам. Мы по каким-то рельсам идем и чего-то не видим, но есть вы, и вы точно видите. И я не могу сейчас сказать, например, кого бы из них я точно взяла. Поэтому у меня к вам самая главная и большая просьба в завершении всего этого действия. Пожалуйста, напишите нам по каждой участнице свое мнение. И самое главное, напишите, кого действительно вы видите и видите ли вы в этом проекте, из вот тех девушек, которые к нам пришли, видите ли вы того человека, с которым нашим героем будет лучше. Потому что, в принципе, мы выбираем психолога не для себя. Мы выбираем психолога, который поможет нашим участникам, поддержит их и распутает, а не запутает. Потому что пока что у меня что-то... Я точно завтра буду говорить об этом со Светой. Потому что я... Иногда такое складывается впечатление, что когда у человека не очень что-то получается, он решает стать психологом. А почему бы не? Слушай, это, кстати, идея. Если кому-то... Мы все отлично разбираемся в люлер. Да. Особенно за стаканчиком. Жаль, у меня ниже с тобой чокнулся. Ах, ты и так уже со мной чокнулся.